Я помню в свое время, когда я училась в школе, в институте, у нас были такие процедуры, профессиональные, профосмотры, диспансеризация. К сожалению, сейчас и в связи с тем, что есть частный рынок образовательный, и садики, и государственные школы, сейчас такого нет. Как вы относитесь к этому? Диспансеризация? Вы знаете, я бы сказал так, я позитивно к этому отношусь, но тоже надо к этому подходить, если говорить о системе медицинской неформально. Во-первых, я считаю, что в состоянии здоровья человека ответственность лежит не только и не столько на органах медицинских или лечебных учреждениях, а на самих людях. Потому что если человек не заботится о своем здоровье, является чисто потребителем своего здоровья, а когда у него возникают проблемы, приходит в медицинское учреждение и вываливает свои проблемы, и говорит, типа, решайте теперь их, это вот, к сожалению, потребительство. В этом отношении врач до конца не сможет ему помочь даже при всей технологии. Это медицина, есть такое понятие, должна быть партисипаторная, то есть пациент и врач должны быть все-таки за еду, на одной, как бы сказать, на одной волне, действительно, потому что как бы я не хотел вылечить, если пациент не хочет лечиться, извините, пожалуйста, я ничего не сделаю. Соответственно, дальше есть ответственность общества, которую общество принимает, именно в виде диспансеризации, наблюдения и так далее. Понятное дело, что легче многие заболевания предотвратить или лечить более в раннем состоянии, чем когда они развились. Очень далеко и глубоко. Это и дешевле для общества, это проще для человека. То есть получается, что вот эта ситуация, вот такая даже, когда государство или система адвокатируют за эту диспансеризацию, «Дорогой, приди, пожалуйста, я тебя очень прошу», а тот, «Да нет, я в этом году не пойду, я сейчас не пойду, что вы мне там насмотрите, не хочу я время вообще терять, я здоров», вот это вот опять же потребительство, потому что это не государство, ну государство как бы надо с позиции финансо-экономических забот о человеке, а человеку-то больше это надо. Да, конечно. А то он, получается, считает, что его кто-то потом обязан будет лечить. Типичный пример, если даже не говорить не о детях, да, о которых, так сказать, а о взрослых, ведь, например, такие тяжелые заболевания, как колоректальные раки, раки, допустим, прямой кишки или желудочно-кишечного тракта, они имеют иногда особенность, они растут не вне, а в просвет кишечнике. А когда они растут в просвет кишечника, то их никак не заметить, пока у человека не начинаются тяжелые запоры. И в этот момент это уже какая-то глубокая, продвинутая 3-4 стадия ранга, и человек этого не делает. Хотя, всем известно, всем понятно, всем рекомендуется, что люди после определенного возраста, время от времени надо делать колоноскопию, надо проходить определенные исследования. Точно так же, как женщинам, поэтому и говорят, проходите, пожалуйста, ПАП-тест, маммографию, мужчинам сдавать простатический антиген, потому что это наиболее частые зоны, ну, скажем, потенциальных опасностей, которые будут. А потом, извините, тогда не рыдайте, почему у вас, извините, это в той стадии, когда, извините, и лечить трудно, и дорого, и никто вам не оказывает той помощи. Кто тогда имеет эту ответственность? Точно так же, как с детьми, когда есть эти диспансеризации. Ведь если родители сами не позаботятся и в первый год жизни, и даже на первые там несколько месяцев, не посмотрят, например, тазобедренный сустав, есть ли дисплазия, да? Почему потом дети должны от этого страдать, что у них походка другая, или одна нога короче, или длиннее? Именно потому что это была ответственность родителей, все-таки проследить за тем, что это было. Мы сами ответственны за здоровье наших детей и за нашу собственную здоровье. Однозначно, однозначно. Система медицинская, она может предложить, но если ты не пользуешься, ничего не будет. Дальше потом можно ругать, что вот я пошел, а меня там так-сяк. Это уже второй вопрос, который надо решать административно или там технически и так далее. Но пока человек не обратится, пока человек будет относиться к этому, как, знаете, что-то вы меня донимаете слишком. Будет не работать. Ничего не поменяется. Уважаемая аудитория, пожалуйста, следим за своим здоровьем сами. Ежегодная диспансеризация.